Продолжение следует. А можешь компас включить? Посмотреть, куда алтарь обращен здесь? Вот так вот. Стань, компас просто включи. У меня нет компаса. Нет, нет? Все, тогда ладно, едем. Тогда я сейчас потом видео остановлю. По-моему, здесь тоже северо-восток, все по стандарту. Вот, скорее всего, сначала был вот этот квадратик, четверик, а потом уже к нему пристроили алтарь 19 век. Как раз таки, чем они это все, и пытаются объяснить. И посмотрите, раздуховоды выходят. Модопсид, то есть мокнет все. А, вот они даже дренаж сделали, представляете? То есть здание хотят спасти, пытаются. Видите, значит, они вглубь пробрались. В храм мы в этот опять не попали. И, значит, они вглубь пробрались. В подземку. И, соответственно, соответственно, поставили там воздуховоды. Как вент-карабан, давайте их назовем. Вот тоже древнее строение какое. Ну, кто-то, видимо, пытается все это дело отреставрировать. Холодно сдувает. Не знаю, что со звуком будет. Так что извиняйте, цените картинки. Шедевральное. Не побоюсь этого слова, что там кухня какая-то была уже, по всей видимости. Не совсем уже и церковь здесь, видимо. Шурфы. Шурфили что-то сделали. Тоже современная. Творчественная. Посмотрите, какой кирпич. Опять же здесь. Посмотрите на этот. Огромный блок. Вот кирпич. Две ладони. И ширина с ладонь. Поймете потом сами. Ладонь замерю. Расскажу все-все. Ну и вот опять же. Пристроена уже апсида. Но пристроена из старого кирпича. Очень интересно. Либо формы были те же. Либо одно из двух. Вот здесь, как Костроме. Они сделали рассказку. А сейчас мы вам покажем. Подземелье. Ого-го, ребята. Ну так вот, чтобы вы понимали все, что мы же не фантазеры. Ирочка. Ты что, пойдешь туда? Вот уровень нашей земли. Еще один этаж. И мы хопочки туда. Там не то что этаж, а там огромный этаж. Огромные камни. Арка была здесь. Вход, видите, был. Чего только нет. Ну и стены, соответственно, видите. Дверь. Вот она. Арочка. Получается. Под землей. То есть, кто там не верит, что был потоп. Ну вот. Сами себе объясняйте теперь. И живите с этим. Каким образом. Вот теперь понять бы, когда. Да, но я думаю, все-таки в 19 веке тоже было. Это вообще гигантские кирпичи. Это очень интересно. Вот. А потом уже они. Ну, начнем. В принципе, камера ловит тоже. И так. Сколько жетон тут было всего. Какого-то клеймоотека, что ли. Нет, ничего нет. Нет, он так. Фокусирует. Нет, он так. Фокусирует. Так, в принципе. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. А, так это уже современные кирпичики-то. Козы какие-то. Так, ну что. Ох, не зря мы заехали в Макариев. Рубяты. Ох, не зря. Откуда здесь столько камней? Что эти камни-то делали? Руины просто. Посмотрите. Пиранези отдыхает. Он же Жан Батисто. Так, алюминий. Сюда мы тоже заходили с малышом, я помню. Опасно здесь все, конечно. Так, вот теперь фонарик надо, наверное, включить. А, вот. А, у меня с фонариком было. Вот какие арочки. Все обвалилось. Ой, да. Ну что. Все-таки здесь жили великаны. И, может быть, Макарий, святой Макарий, он и был великаном тоже? Здесь где-то, по-моему, еще склад плитки был, если я не ошибаюсь. Главное, никогда не навернуться. А, вот она, конечно. Глаза-то мои помнят все. Сердечная, видишь? Где христианство-то, ребята? Скажите мне, если это все строили для храма, для религиозного сооружения, то наверняка и символика должна была быть религиозной. А мы видим цветочки, сердечки, никаких трупов, никакой смерти. А сейчас, по-моему, как-то все иначе стало. Опять же, никого не хочу обидеть. Вот, смотрите. Задвижки. Старые трубы. Ну, это вот СССР-овские гнилые трубы, скорее всего. А вот этот кирпич шедевр. Смотрите, пол-то сохранился. Он стоит открытым уже. Сколько? Лет, наверное, двадцать. Если бы больше. И, наверное, почти что ничего себе происходит. Ну, если бы нечего закрыли, ее очистить, маслицем смазать. Здесь ничего уже не видно. Фрески все отколопались. И вот меня вопрос все-таки мучает. А чем же отапливали такое здание? Вот сейчас я здесь хожу. Хоть и окна. Настя же, да? Но в такой сырости все же придет негодность. Ой, кирпич шедевр. Просто не представляете, какой-то огромный кирпич. Не то, что в два раза больше. Ой, а здесь какой-то пол. Песчаник, что ли, типа того что-то. Шедевр. Ребята, как вам повезло. Сами сюда вряд ли доедете когда-то. Это была либо печь, либо что-то такое. Либо что-то горело. Есть маленькие окна. Интересно-то как, а? Уже современные стяжечки сделали они. Не расходились, чтобы стены, видимо. И везде плитка. Как ровненько. Смотрите, квадраты. Раз, раз, раз. Здесь какая-то кухня, видимо, была уже. Вытяжка. Удивительно. И батарей-то нет никаких. Печей тоже мы не наблюдаем. Но построить такое здание в мороз. И жить в нем как бы. Ну, по-моему, так себе. Все, есть? Да. Шикарный вид. Вот это уже новодел начали они, видимо, строить. Нарочку он поведет, да? Так, ну все, выходим. Со спокойной совестью. С чувством удовлетворения полного. Очень нам тут понравилась атмосфера. Как тебе тут? А? Кириш? Да. Атмосфера? Хорошая. Да? Ощущения? Да, ребята, это вообще шедевр. Вы не представляете. Просто это просто. Я такого не видел еще нигде. Самый огромный кирпич, который я встречал. В общем, кому выходные делать нечего, рекомендую доехать до Макарева. Недалеко. Сейчас по платной дорожке можно сквозануть быстро. и просто приобщиться немного к зодчеству. Аля, ты еще сфоткала? Нет. Смотри, какая она шедевральная, кованая. Приобщиться к зодчеству наших предков, я бы сказал. Не побоялся бы этого слова. Так, выходим. Ладно, выходим тогда аккуратненько так же. Опа. Как и вошли. Опа. Ни один монах не пострадал. Правда, правда, мы тоже живы. Всем добра. Какие стяжки. Посмотрите. Была стена. Стена, видите, приходит негодность уже просто. О, это какой-то канал. Канал вентиляционный, может быть. Может быть. Печной. Вот, железо старинное. Вы думаете, что с ним что-то происходит? Ничего не происходит. Даже кусок. О, нет. Подгнило. Но, тем не менее, на такой толщины, что он еще простоит. Верхний слой сгнил. Остальное нет. Красота какая. У меня атмосфера здесь, я вам скажу. Здесь проста. Люди сюда тянутся. Здесь ощущение спокойствия есть. Так что всем психам рекомендую. Тем, кто я там брызжет в комментариях особенно. Приезжайте. Изучайте. Всем добра.